Продолжение следует... Традиционно вначале остановимся на цифрах статистики. С начала года натушения пожаров и ликвидации ЧАЭС столичные спасатели совершили уже около 900 выездов. Пять человеческих жизней огонь забрал за это время. 16 человек пострадали. А вот 97 были спасены и эвакуированы из опасных зон работниками МЧС. Минск чрезвычайный. В начале минувшей недели короткое замыкание оставило одного из столичных жителей без микроволновой печи и с копотью на стенах. ЧП произошло в понедельник поздно вечером в пятиэтажке на улице Кальварийской. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и никто не пострадал. МЧС напоминает, не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Не устанавливайте их вблизи от сгораемых предметов и материалов. Категорически запрещается подключать к одной розетке с помощью переходной вилки несколько приборов. Недопустимо также пользоваться неисправными электроприборами, самодельными или приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Если электроприбор все же загорелся, прежде всего выдерните вилку из розетки. Если такой возможности нет, тогда обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке и вызовите спасателей по телефону 101 или 112. Если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей. Для этого накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом. Так вы перекроете доступ воздуха к огню. Или попытайтесь засыпать пламя песком, землей, стиральным порошком. В ночь со вторника на среду предположительно в результате поджога на проспекте Пушкина загорелся легковой автомобиль Ford. Огонь распространялся очень быстро, поэтому оперативно прибывшим спасателям пришлось немало потрудиться, чтобы пламя не перебросилось на припаркованный рядом 40-летний ВАЗ-2101. В результате пожара у представителя советского автопрома повреждены два крыла и бампер. 20-летнему Ford повезло меньше, огонь уничтожил его полностью. Вот и правду говорят, пятница 13-й несчастливый день. Можно, конечно, скептически к этому относиться, однако события минувшей пятницы заставляют задуматься о правдивости этого высказывания. В этот день на 111 соседей поступило сообщение о пожаре в доме по улице Платонова. Оперативно прибывшие спасатели установили, что в кухне квартиры произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате личной неосторожности пострадала 91-летняя хозяйка. В крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% тела она была доставлена в больницу. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером из-за пожара в подвале столичной пятиэтажки на улице Осипенко спасатели эвакуировали 30 человек, из них пятеро детей. Предположительно, из-за неосторожного вращения с огнем неустановленным лицом в одном из подвальных помещений загорелось имущество. Спасатели оперативно справились с огнем и никто не пострадал. Еще об одном пожаре сообщили в дежурную службу МЧС в пятницу вечером. На территории частного дома по первому аэрофлотскому переулку загорелся гараж. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате пожара повреждены деревянные конструкции гаража и имущество, хранящееся внутри. Предположительно, причина ЧП – короткое замыкание электропроводки. В этот же день, но уже около полуночи, спасателям пришлось тушить четырехквартирный частный дом на улице Котовского. По какой причине загорелось имущество и отделка в жилой комнате и коридоре квартиры, сейчас устанавливают специалисты. Минск чрезвычайный. Ночь с пятницы на субботу, к сожалению, пополнила печальную статистику погибших на пожарах. В обоих случаях, вероятнее всего, причиной огненных трагедий стало неосторожное обращение с огнем при курении. В первом случае пожар унесший жизнь мужчины произошел около трех утра в девятиэтажке по улице Даевского. В ванной комнате горящей квартиры в бессознательном состоянии спасатели обнаружили 49-летнего пасынка хозяина. Огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали врачам. К сожалению, после проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины. Со слов соседей, погибший проживал вместе с племянником, они курили и употребляли спиртные напитки. В ходе тушения этого пожара с выше расположенных этажей работниками МЧС были эвакуированы пять человек, в том числе ребенок. Вторая трагедия разгралась спустя час на улице Гинтовта. Сообщение о возгорании поступило в службу 101 около четырех утра. Выяснилось, что в жилой комнате однокомнатной квартиры загорелось имущество. Во время тушения пожара в кухне в бессознательном состоянии была обнаружена и передана бригаде скорой помощи знакомая хозяина. Его же самого эвакуировали с лестничной площадки. С выше расположенных этажей спасателям пришлось эвакуировать еще четыре человека, в том числе ребенка. Стоит отметить, что проезд спасателей к месту этого происшествия был затруднен припаркованными автомобилями. Как знать, возможно, именно ваш автомобиль помешал своевременному оказанию помощи и стал причиной трагедии. В очередной раз напоминаем всем водителям, что при выборе места для парковки на внутридворовых территориях, в особенности в ночное время, учитывайте возможность проезда большегрузной техники МЧС. Безопасных вам выходных. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.